Всякие примеры, как люди реагируют жестко на то, что происходит. Естественно, что я могу сказать, а как вы думаете, как они должны реагировать? Вы бы на их месте сидели на крыше два дня, и, может быть, не так бы еще отреагировали. Что касается последних событий тяжелых на юге, я сам сомневался, стоит ли ехать, потому что думаю, что уже отработали один раз. Вот на примере Ленска, других регионов, где были крупномасштабные природные катастрофы. Здесь, думаю, уже все отработано. Я очень доволен, что, тем не менее, съезжу. Потому что у нас, знаете, у нас очень своеобразная страна, и аппарат подчас работает, ну, просто, не знаю, как бы удивительно по старинке. Потому что вот пока не посмотришь сам на многие вещи, пока сам рукой не притронешься, к сожалению, в нужном темпе, в нужном направлении ничего не двигается. Ну, я не знаю, уместно ли сейчас говорить, но вот был я и ездил в этот палаточный лагерь, да, в Старопольском крае. Женщина подошла со следами на глаза, говорит, Владимир Владимирович, нам одеяло здесь вообще выдают, так, но по блату. Ужас. Ужас. Я потом всем этим начальникам и говорю, у вас что, одеяло нет? Дать вам одеяло? Нет, есть. Почему по блату? Да потому что даже вот на этом одеяле у несчастных людей, которые оказались в таком тяжелом положении, то, наверное, какой-нибудь огурец вымогают там. Ну да. Какую-нибудь копейку тянут за это несчастное одеяло. Значит, у нас на выставках, так, и на всяких шоу все блестит, трещит, летает, свистит. Все очень красиво выглядит. А там, посмотрел, люди спят на земле в палатках. Ну что, невозможно на кровати поставить. Ну а что с этим делать? К сожалению. А вот работать всем лучше. Заставлять работать, значит, искать людей, которые умеют и хотят это делать. В общем и целом у нас таких людей много. И то, что я привел в качестве примера, это негативный пример. Но есть и положители. Но я просто не думаю, что мы должны заниматься тем, чтобы нахваливать друг друга или кого-то еще. Потому что наша задача моя – выявлять проблемы и реагировать именно на них. Как раз говорили о работе. Я хотел, у меня был такой вопрос и есть, он остается. Вообще, вот все-таки, общее ощущение – Россия сегодня работает. То есть люди России. Конечно, конечно. Помните, вы начали со Сталина, да? Да. А был другой классик, который говорил, русский человек – плохой работник. Это сказал Владимир Ильич Ленин, по-моему, если я не ошибаюсь. Я, честно говоря, не знаю эти условия. Вы не знаете марксизма, потому что плохо учились в школе. А я помню. По-моему, это как раз Владимир Ильич Ленингов. И в общем и целом, вы знаете, я бы с ним и тогда, наверное, в тот период времени не спорил. О чем шла речь, так? Там иго было 400 лет, все отбирали. Потом рабство, которое называлось крепостное право. Опять все отбирали у рядового труженика. Потом, значит, началась коллективизация и продразверстка. Там вообще только на проживание едва что оставляли. Это у них всегда. Потом Сталина. Потом, значит, другой период времени. 120 рублей тем, кто работает плохо, всем подряд. Тем, кто хорошо, 125. Тем, кто на работе умирает, 130. Но уровни ловко. Никакого желания трудиться. Нет стимулов. Конечно, в условиях рыночной экономики много своих проблем. Тяжелых и другого качества, мимо которых нельзя проходить. И задача государства решать социальные проблемы в ходе перестройки экономики с директивно-плановых основ на рыночный рельс. Но нельзя не признать, что рыночная экономика заставляет, создаёт такие условия, в которых человек начинает трудиться и подчас хочет трудиться эффективно. Нет, ни на кого не надеется. Потому что нормальная рыночная среда предполагает, что человек получает заработную плату, денежные доходы его растут в зависимости от качества и результатов его труда. Так не всегда бывает. Да, не всегда. Конечно, но смысл и основа жизнеспособности, жизнедеятельности рыночной экономики в том числе не в последнюю очередь именно в этом. Согласен. Ещё немножко о молодом поколении. Вы же с ним тоже встречаетесь. Да, и у вас две дочери, в общем, это скоро-скоро молодые люди, да, одной пятнадцать, другой шестнадцать. Семнадцать и шестнадцать. А, семнадцать и шестнадцать, да. Да, Маша семнадцать, а Катя шестнадцать. Вот молодое поколение, да, его сегодня все очень ругают. Ну, много можно прочесть, что оно там развращено, у него нет идеалов там. Ну, всякое, работать они не хотят. Вот ваша точка зрения. А скажите, пожалуйста, когда было время, когда молодое поколение хвалили? Да, правильно. Молодых всегда ругали. Он формазон? Он пьёт одно стаканом красное вино, да. И вот и сейчас ругают. Люди меняют окружающий мир. И сами меняются вместе с ним. Мир развивается, человек развивается. И каждое новое поколение другое. Оно не лучше или не хуже. Оно другое. А если мы будем иметь в виду, что сегодняшний мир более насыщен, более информационен, он более многообразен, он вообще интереснее, чем прежние времена, то можно предположить, что и современные молодые люди, они тоже более интересные. Но они другие, чем люди более старшего поколения. Что касается таких вот традиционных ценностей, как любовь к родине, патриотизм, как в хорошем смысле этого слова, в прямом. Не нужно только здесь никому ёрничать. И я не считаю, что здесь есть что-то негативное. Негативное можно вложить смысл в любое слово. Я считаю, что патриотизм, любовь к родине – это базовые ценности любой нации, любой страны. И если мы посмотрим на некоторые события, которые более отзываются в нашем сердце, в том числе на события в Чечне, вы знаете, я с удивлением подчас читаю некоторые документы. С удивлением и восхищением. Молодые люди накрывают с собой гранату, допустим. Молодой человек. Неоднократно такие случаи же были. Спасая своих товарищей или просто посторонних людей, женщин и детей. Вспомните этих псковских десантников. Даже во времена Великой Отечественной войны это редкий случай. А здесь, простите меня, не было никаких заградителей батальонов. Никто сзади с пулеметом не стоял. И, во-первых, а во-вторых, во-вторых, давайте не будем забывать, что эти молодые люди пришли в армию и попали в такие условия из мирной жизни. Поменьше бы, конечно, горячих точек было бы в нашей стране, и вы, наверное, с этим со мной согласны. Но знаете, что я вам хочу сказать? Вот я снимал недавно 11 класс. Я спрашивал, как вы планируете свою жизнь? Выпускников, выпускников этого года. И очень многие ребята говорили, что вообще они мечтают жить на Западе, мечтают работать на Западе. Ведь такое тоже есть. Понимаете? И это тоже характерно для современного человека. Это не значит, кстати говоря, что он не патриот. Вот как ни странно, парадоксально. Ничего предусудительного нет, что наш гражданин хочет какое-то время пожить. Там, там, там. Если мы хотим воспитать нормального, свободного человека, то мы не должны никого критиковать за то, что он хочет где-то учиться или где-то пожить. Человек должен быть свободен и должен иметь право выбора. Владимир Владимирович, а как вы считаете, вообще мэрия уже завоевала авторитет у петербуржцев? Я бы так не сказал. Я бы вообще, честно говоря, так вопрос не поставил. Завоевала ли мэрия авторитет у петербуржцев? Извините, как могу. Да. Но я бы так, может быть, сформулировал, если вы позволите. Завоевала ли вообще новая власть авторитет? Как бы ее не назвать? Я думаю, что вот новая власть не завоевала еще авторитет. Властные структуры должны созреть для того, чтобы управлять обществом. Я думаю, что эта зрелость для современных властных структур еще не наступила. Но у меня, с другой стороны, нет сомнений в том, что это произойдет. Вы знаете, только необъективный человек может не заметить то, что в стране вот за два с половиной года, чуть больше, в общем, наблюдается и стабильность, и какой-то порядок во власти, во властных структурах. И вот эта социальная очерченность, что мне очень кажется важным, такая социальная очерченность государства, государственной политики. Я бы не назвал это достижением. Это просто, это просто, ну, самое необходимое, без чего невозможно жить. А достижений пока больших я не вижу. Ну, хорошо. А что такое большие достижения тогда? Большие достижения, когда вот люди, ради которых это все делают, скажут, что они это ощутили на своем кармане. И существенным образом. Да, есть определенные подвижки. Есть. И просто было бы грубой ошибкой, так, обмануть, опять, ожидания людей. Или даже что-то дать резко повысить, там, скажем, уровень доходов военнослужащих, либо пенсионеров, либо бюджетников. Можно это сделать в разовом порядке. Имея в виду, что там выборы, еще что-то там. Можно это сделать. Но потом будет спад. 100%. Либо большой ущерб экономике. Мощный. Это просто, это просто обман людей. Поэтому действовать здесь нужно взвешенно и, как бы это попроще сказать, по-взрослому. Без всякой политической суеты. До сих пор это удавалось. До сих пор это удавалось. Но, повторяю, существенным будет, существенным достижением будет тогда, когда люди на порядок начнут жить лучше. Качество жизни изменится. Скажите, вы удачливый человек? До сих пор мне не приходилось жаловаться на судьбу, а из-за этого можно сделать вывод, что в принципе удачливый. Вы удачливый человек? Да. Мне кажется, да. Знаете, вот я вчера сидел в маленьком кафе. Да? Кстати говоря, думал о нашей встрече. Вышла певица и стала петь романс. Танго такой. Русская рулетка такой, известная танго. И я подумал, а вы когда последний раз были с Ленмилой Александровной, например, в твоем вот таком кафе, где-то просто танцевали? Не помню. Не помню. Вы знаете, именно поэтому, именно поэтому, когда первая речь зашла о возможности идти на выборы и баллотироваться на должность президента страны, первые мои мысли и первые мои слова в ответ на сделанные предложения были следующими. Я сказал, что я не уверен, что я к этому готов. И прежде всего имел в виду то, что я привык жить нормальной жизнью, жизнью нормального человека. и у меня много всегда было друзей. Я любил общение и много передвигался. Был в разных местах и так далее. Бывал. Любил путешествовать. Конечно, все это все это невозможно в сегодняшнем моем положении. Иногда так становится грустно. Но было бы абсолютно неправильным скулить по этому поводу, потому что это мой собственный выбор. И главное это все-таки самое главное и самое важное. Это сделать сделать все для того, чтобы то, что является самым дорогим для любого человека, для любого из нас, чтобы наша страна, наша Родина стала по-настоящему государством мощным, перспективным, чтобы мы все гордились тем, граждане этой страны. И чтобы сегодня в за 2-3-4 года моей работы рядовому российскому гражданину хоть немножечко стало жить лучше. спасибо вам огромное за это интервью, за этот разговор. Спасибо вам большое. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok